Привет! Уже пятница, а значит время новостей. В сети появились новые изображения Sony ZV-E10. Продажи камер растут, но достаточно ли? Canon R6 получит C-Log 3, обновление прошивки Sony A1, новый объектив Panasonic Leica и слухи о дате релиза Nikon Z9. В общем, будет интересно. Компания Sony перенесла свою презентацию, которая планировалась на 7 июня. Камеры Sony ZV-E10, однако в сеть утекли новые изображения камеры. На изображениях можно с разных сторон рассмотреть корпус новой камеры, а также универсальный недорогой объектив 1660 f3.5-5.6. Напомним, что ожиданные мои характеристики Sony ZV-E10 – это матрица APS-C с разрешением в 24 Мп, запись видео в 4К и 1080. Дисплей Sony ZV-E10 будет полностью поворотным, будет предусмотрена прямая передача данных на ПК через USB. Sony ZV-E10 станет отличным выбором для блогеров, стримеров и всех, кто любит записывать себя, не углубляясь в настройки камеры. Вполне возможно, анонс был отменен в связи с тем, что в 1937 году Япония напала на Китай или из-за каких-то багов, а Sony о причинах переноса не сообщает. Поговорим о ситуации на рынках. Появилась новая статистика CEPA и BCN Rankings. CEPA представили график, из которого видно, что статистика продаж системных фотокамер в мае превышает аналогичный показатель 2020 года, что неудивительно, учитывая пандемию. Однако, все еще не превышает показатели 2019 года. Вполне возможно, что это является следствием развития камер в смартфонах, которые для широкого потребителя уже заменяют фотокамеры. Тот же вывод можно сделать и из отчета BCN Rankings, который показывает, что продажи камер Canon со сменой оптики в Японии так и не добрались до показателя 2019 года. При этом примечательно, что Sony свои показатели двухлетней давности перегнала. Также из графика видно, что продажи Nikon резко упали до уровня Olympus. Впрочем, это не отражает ситуацию на мировом рынке. Японцы любят маленькие, компактные и недорогие камеры, а у обеих этих компаний эти камеры есть. Спад продаж Nikon в Японии можно объяснить тем, что Nikon вывели из продажи Nikon D5600 и D3200. Canon EOS R6 получит обновление программного обеспечения до версии 1.4.0. Главное нововведение коснется записи видео. Камера получила возможность записывать видео в профиле Canon Log 3, что добавит большую гибкость при цветокоррекции материала. Кроме того, камера получила возможность записи на две карты памяти, была повышена стабильность работы с объективами RF 400 и 600 мм, а также исправлены некоторые баги. Помимо EOS R6, Canon также обновили Canon 1DX Mark III до версии 1.5.0. 1DX Mark III также получила Canon Log 3 и возможность записи видео в оба гнезда одновременно. Также исправила ошибку, при которой при переходе из режима фото в режим видео, настройки камеры не менялись под новый режим. Как видно из обновления, помимо багов, японский производитель очень серьезно настроен на видео возможности камер, что неудивительно, потому что видео сейчас в тренде. Sony также представили прошивку для своей камеры Sony A1. Многие пользователи нового флагмана от Sony отметили, что в камере присутствуют проблемы со встроенной стабилизацией изображения. Стабилизация активировалась с задержкой, и для полной стабилизации требовалось подождать пару секунд. Новая прошивка решает эту проблему, а также добавлены следующие изменения. Повышена общая производительность, повышенная работоспособность при использовании приложения Remote Camera Tool, повышенное обнаружение датчиком глаз-видоискателя при ярком освещении, повышенная стабильность работы при использовании приложения Imaging Edge Mobile, и повышенная стабильность работы при использовании объективов 100-400 GM, 200-600G и 600 мм GM. В общем, обновление получилось масштабное, и самая шумная камера 2021 года стала только еще лучше. Компания Panasonic анонсировала Leica DC Vario Sumilux 2550 f1.7 Aspherical, быстрый зум-телеобъектив для системы Micro 4.3. Panasonic уделила внимание видео возможностям объектива, добавив кольцо диафрагмы без щелчков, и возможность заблокировать кольцо фокусировки при использовании ручного фокуса. Обещается также, что в объективе будет минимизировано дыхание фокуса. Один элемент объектива будет асферическим, что должно свести к минимуму асферические аберрации, и добиться высокой резкости. Минимальная дистанция фокусировки составит 28 см на широком угле и 31 см на 50 мм. Объектив будет защищен от холода. Цена объектива составит 1800 долларов. Новые слухи о камере Nikon Z9. По слухам, Nikon представит камеру в конце этого года. Напомним, что камера будет обладать новой многослойной CMOS-матрицей, новым процессором, а также будет поддерживать запись видео в 8К. По слухам, разрешение матрицы составит 60 мегапикселей. Может снимать до 20 кадров в секунду. Будет обладать потрясающим следящим фокусом. Также, по слухам, ожидается, что будет улучшена работа на высоких ISO. Расширен динамический диапазон, а сама камера будет записывать в два слота XQD. Подчеркиваем, данные не были приведены официально, поэтому под Новый год пользователи Nikon ожидает большой сюрприз. А на этом у нас все. Желаем хороших выходных.